До выборов, которые будут определять жизнь России на ближайшие годы, остаются считанные дни. Необходимо активное участие в выборах всех слоев населения и всех возрастных категорий. Особенное внимание уделяется молодежи. Мы побывали в городской Славянской библиотеке, где прошло открытое заседание клуба «Молодой избиратель». Подробности в первом материале выпуска. Студенты факультета филологии, истории и общества знания филиала Кубанского университета участвовали в этом мероприятии. Предстоящие выборы главы нашего государства определили, конечно же, тему обсуждения. Она сейчас более чем актуальна. Председатель территориальной избирательной комиссии Славянская рассказал собравшимся о том, как идет подготовка к выборам, как организована работа избирательных участков. Студенты поинтересовались, каким образом обеспечивается чистота проведения голосования и невозможность фальсификации. На все вопросы они получили исчерпывающие ответы. Территориальная избирательная комиссия, она занимается информированием избирателей. Мы не имеем права агитировать, за кого голосовать. Вы видели у нас 8 кандидатов, а за кого вы проголосуете, вы должны сами подумать и определиться, кто сможет руководить большим нашим государством. Был проанализирован проведенный в Славянске предвыборный опрос молодежи. Далеко не все еще, к сожалению, собираются на избирательные участки. Можно с уверенностью сказать одно. Если проводится постоянная работа с молодыми избирателями, то их интерес к участию в политической жизни страны повышается. Каждый голос важен на выборах. Лично я пойду с позитивным настроением, потому что кто-то увидит, также захочет, заинтересуется. Все зависит вообще от нас, как мы будем себя вести, будем ли мы активными или пассивными. От этого зависит дальнейшее продвижение нашей страны. В своем выступлении пятикурсник университета Роберт Берген постарался разбудить у студентов интерес программам кандидатов президенты России, что немаловажно для эффективности предстоящих выборов. Пока ты не придешь и не скажешь, чего ты хочешь, пока ты сам не начнешь что-то делать, ничего и не изменится. Как только ты начнешь сам что-то делать, да, это может быть, ты не станешь кандидатом в президенты. Если ты просто поможешь своему учебному заведению, своему городу, тогда начнет что-то меняться. Тогда ты заявишь о себе, молодежь заявит о себе. И люди поймут, что да, она готова, она хочет что-то делать, что-то менять. Тогда все начнет меняться в лучшую сторону. Будущее нашей страны – это ее молодежь. Она будет руководить экономикой и определять ее политику. А учиться всему этому лучше уже сегодня. Если сравнивать с 2001 годом, у нас явка молодежи увеличилась где-то процентов на 50. И в этом году практически я встречался с молодежью пединститута, со всеми, кто достиг возраста 18 лет, кто пойдет впервые голосовать в этом году. Я рассказывал, как на участок идти. Просто нужно с молодежью работать, рассказывать. Я хотел бы даже сегодня сказать большое спасибо тем преподавателям, которые работают в учебных заведениях, особенно общественных дисциплин. Они много говорят о выборах, о том, что нужно делать, как нужно делать. Андрей Вишневский, Александр Косицын. Программа «События».